В число первых проголосовавших избирателей также вошел глава города Андрей Филатов. Он появился на 378 участке в компании русских витязей. Там же оперативной информацией поделилась председатель Сургутского избиркома Светлана Гаранина. Всего в нашем городе 268 тысяч избирателей. Говоря о явке, глава ТИК сказала, что надеется на превышение 70-процентного порога. Виталий Торопов продолжит. В 10 утра избирательный участок 378 в филармонии атакуют журналисты, ждут председателя ТИК и не только. Временное затишье прерывают несколько десятков технических специалистов пилотажной группы «Русские витязи». Пилота среди них не видно, но Светлана Гаранина в назначенное время уже на месте. Есть первая информация. Я с самого утра, просмотрев все камеры на всех участках, где они установлены, могу точно сказать, что явка достаточно активная. Люди идут на избирательные участки. Мы надеемся, что все-таки явка будет в городе Сургуте высокой. Комиссии готовы. Все работает в штатном режиме. Нарушение избирательного законодательства даже на данное время не зафиксировано. Есть на всех участках наблюдатели, есть на всех участках члены комиссии правосовещательного голоса. Поэтому все в штатном режиме. Вопрос, может ли повлиять погода на явку, председателя территориальной избирательной комиссии Сургута, безусловно, волнует не на шутку. Мне бы не хотелось даже на это говорить. Я молю Бога о том, чтобы дождь закончился. Будем надеяться, что это наших горожан не остановит. Не остановил утренний дождь закаленных временем сургутских пенсионеров. Их с утра здесь больше, чем молодежи. Вот я так привыкла и так нужно. И нельзя игнорировать выборы. Особенно вот молодые люди. Я вот призываю всех молодых людей собраться и прийти голосовать. Потому что их будущее будет. И я-то уже что такого. Я-то ведь уже только за них беспокоюсь. А они должны сами о себе беспокоиться. В 11 утра на участке появляются глава Сургута и командир пилотажной группы со своим отрядом летчиков. Андрей Филатов пришел с надеждами. Безусловно, что есть внутренние переживания, надежды. Но больше, чем уверен, что у нас все получится. А сургутяне активны? Ну, по 11 часам вроде да. Надеюсь, что эти три дня будут для сургута важны. И сургутяне проявят свою активность. Полковник Андрей Алексеев с открепительным удостоверением. Скажите, часто приходится не дома голосовать? Вы знаете, первый раз. Да. Вот посчастливилось в городе Сургуте это сделать. Как организация у нас? Да, предельно все понятно. Очень так организовано. Ну, на 5 баллов. Кстати, есть в этих трехдневных выборах свои отличительные моменты. По словам избиркомовцев, многих граждан вводит в ступор количество бюллетеней. Их 7. И пока их все изучишь, за тобой глядишь и очередь соберется. Ознакомиться с кандидатами в каждом бюллетене можно при входе в избирательный участок. К сожалению, это игнорируют избиратели, получают бюллетени и ознакомливаются только в кабинках для голосования. На самих бюллетенях крайне мало информации. Только название партии, либо фамилия, имя, отчество депутата. И это вызывает очереди, пока народ ознакомливается, люди-избиратели ознакомливаются в кабинке. Выход есть изучить бюллетени и определиться со своим выбором перед тем, как войти в кабинку для голосования. Вся информация размещена в каждом избирательном участке на специальных стендах. Впереди еще два дня. И основной наплыв избирателей по многолетней практике представители ТИК ждут в воскресенье. Виталий Туропов, Сергей Кондаков, Сургут Интерновости. Продолжение следует...